шок-контент шок-контент предоставить это жизнь такая понимаете опыт такой вот у меня был два брата в семье и очень часто могу майкл нет нет я не такой и на всю ночь именно на лице это было написано что работу за деньги друзья мои всем привет всем здравствуйте снова добро пожаловать на канал феликсу как ваши дела на сегодня будет с вами небольшой вечерние практически уже ночной променад около моречка ну и я продолжу свою историю рассказ про мою работу в гей-баре насчитался ваших комментариев под первым видео ухахатывался ребята ребята такие вы смешные некоторые конечно да но это жизнь такая понимаете опыт такой вот у меня был так я вам знаете что хочу сказать вот прямо захода мне конечно это работ никогда не нравилось не нравилось потому что вот это вот вся сфера обслуживания принеси подай вот это вообще не моё я вот как-то очень тяжело это все переносу и мне не чувствовал себя не своей тарелки мне было некомфортно и поэтому и вот я сейчас иду вечером прохожу шумных испанцев я вспоминаю как надо было в ночь с пятницы на субботу либо с на воскресенье я только работал я был как дополнительный став до дополнительный человек и вот я ехал значит к часу у меня смена начиналась в час ночи представляете надо было выезжать из мальмо пересекать пролив доезжать в копенгаген и еще там где-то минут десять не надо было идти до места назначения места работы и на всю ночь и до скольки давайте немножко отдохнем о притомился я и ну как пойдет вот такая вот она жизнь то работа в баре неважно в каком баре гей не гей до шести до восьми как как заливают так и работали начну с того наверно как я вообще получил эту работу я вам что я просто тупо высылал имейлы и как-то так звезды сошлись наверно что именно в данный момент им нужен был человек и они как бы вот меня пригласили да вообще я пришел на место вот он единственно кого я не помню как зовут вот единственно не помню как его зовут но он был такой высокий очень датчанин такой парень метра два ростом ну лет двадцать пять ему было может быть так вот он познакомился с девушкой в копенгагене он датчанин сам девушка была из usa из сша приехала что-то там либо когда-то студенческая программа обмена либо что ну короче там любовь морковь и вот они короче влюбились и он уехал вместе с ней в голливуд реализовывать свою мечту об этом мне тоже один раз сам рассказывал потому что в летом он как-то просто приехал как ну как в гости до к родителям там денег на попросить дает ну пока что не получается говорит у меня стать популярной звездой я говорю я тебе желаю тебе со самого лучшего и меня знаете что тогда поразило вот ну по крайней мере он как бы там они жили со своей девушкой она сама из голливуда они там жили ничего не учусь и здесь там с мрачного копенгагена в солнечный голливуд переехать мне кажется чудесно какая разница ты там это стаканы мыл и там можно помыть стаканы то же самое заодно у тебя под боком есть такая возможность стать ему какой-то супер популярной звездой почему бы нет а вот но он когда приезжал там пару слов перебросились ним и он говорит но я так скучаю по твоей работе я так скучаю говорит по твоей работе что ты сейчас выполняешь а мне доказали в господи вот ты сейчас ее забери просто вот наши я чисто работал только ради денег вот я вот именно на лице это было написано что работают за деньги а 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 да деньги нужны были конечно это работами очень сильно спасала там что за одну ночь я мог заработать где-то 600 а иногда 800 датских крон датская крона была больше чем шведская крона то есть может быть это на шведских кронах получалось то где там 700 900 вода и и в принципе даже неделю такую хорошую можно я помню что даже один месяц вы представляете один месяц я даже сам оплатил себе жилье в мальмоса 3000 крон 3000 крон я заработал но видите так как работа была как бы не каждый день то есть это только на выходных и очень часто надо было еще через неделю работать такой такая подработка это реальная такая вот подработочка подработочка была и с этим конечно было там тяжеловато тяжеловато вот и сегодня вам расскажу я в прошлом видео посмотрел посмотрите рассказывал вообще как этот бар появился вот как значит я там появился я сегодня рассказал еще хочу вам знаете шок-контент шок-контент предоставить уже собака какая-то ужасная почему они ходят с ней а-а-а-а-а-а-а-а-а так сейчас такое нападение так сзади меня так и рах там девочка фир и удержит ладно пойдемте потихонечку о прогулочкой я же вам обещал прогулочку по морю чку а сам сел как старпера и сижу расскажу вам про персонал, ну там очень много будет таких отдельных у нас историй, но хотя бы такое, знаете сделаю вам видение вообще, кто и что и шок-контент значит владелец этого бара, я вам говорил что был Кристиан Кристиан он 25 лет он уже был замужем, да и вот его муж а он был Кеннет а он был из Великобритании из Великобритании, но уже давно жил тоже, там они вот эти 25 лет, они в принципе и жили в Дании, он тоже такой отдачанившийся был и постоянно в депрессии как-то но вот этот именно Кеннет, он это мое письмо, как-то он там вот и выделил и только благодаря ему как бы я и получил эту работу так, у нас тут любовь морковь происходит смотрите, свидание свидание по по-испански парень, девушка пригласил на берегу водочку поставил маргариту там ей разбавляет с очком сейчас куда-нибудь пойдут на продолжение испанцы уже оделись в курточке, только я ваш блондинчик не меняюсь, не меняюсь так, какой-то свет плохой так его, значит, крестьян он был владелец и у него был он практически постоянно был в баре он каждую ночь приезжал если честно я вообще, конечно наверное, этим надо жить ну вот он, наверное, жил вот этим своим делом да потому что ну моя нервная система ну точно бы, наверное не выдержала там было так темно не знаю, луна а, видите как светит луна красиво ну вот, знаете все-таки это какой-то отдельный такой отдельный слой людей такой который вот может реально спать днем работать ночью вот он ну, конечно практически каждую ночь приезжал там какие-то отчеты же надо же до закупки делать ну вот проверить что там все кассу снять а там же они очень много кэша очень же много кто оплатил наличкам было много денег вот и значит у Кристиана был брат старший Майкл Михаэль Микаэль он тоже датчанин и представляете он тоже гей два брата в семье и оба гей он был постарше ему было уже наверное так Кристиана было где-то ну 45 наверное в этом районе наверное так напишем а Микаэлю было ну он постарше был уже там 55 и он тоже был долго очень наверное уже лет тоже лет 20 или даже больше он говорил замужем за ну он датчанин но адаптированный был вот только я не помню откуда-то из Азии наверное Таиланд и тайцев много в Скандинавии есть адаптированных детей вот и он такой вот у него был муж ну Микаэл конечно там так скажем проявлял свои проявлял свои чувства ко мне очень часто я говорю Майкл нет нет я не такой говорю я не такой Майкл все я не могу так вот и один раз я такая знаете реально лоханулся ну ну как с моим менталитетом таким да я задал этот вопрос но я понял что как бы Скандинавы они просто они просто не поняли этот вопрос да потому что я спросил естественно вопрос который вы наверное все уже у себя в голове проговорили бедная мать два сына в семье и оба геи представляете вот как такое вообще может случиться я ему спросил этот вопрос говорю ну а вот как твои родители что ну как ваши родители что вы два брата и вы и вы два гея ну это как знаете такое ну я даже не знаю как двойной джекпот какой-то выиграть но мне кажется это очень редкие случаи но мне так кажется если вы не согласны напишите мне что вот ну и Майкл как-то он был подбухой знаете он может быть там это не воспринял так серьезно он иногда приезжал подбухивали в бар вот и он как-то так на меня посмотрел но он посмотрел нехорошо кривовато как-то потому что в Скандинавии такой вопрос он даже как бы ну неуместен да ну кто-то там вообще что-то там это вообще никого не волнует вообще никого это это вот в комментариях там миллион миллион обсуждений все надо еще раз присесть посмотрим на моречко такое вот бьющееся море огни нефтеперерабатывающего завода я не хочу я сидеть видите то хочу то это хочу непонятно что хочу вот ну не буду уже затягивать видео тогда сегодня вам рассказал про владельцев жду ваших комментариев обсуждений лайков дизлайков хочу почитать я так люблю ваши комментарии прямо вообще прям торчу от них ну и в следующем видео уже расскажу вам про веселую команду весь состав нашего гей-бара в котором я работал там еще для вас будет очень много шок-контента так что да не забывайте подписываться я как всегда забываю это сказать до новых встреч субтитры